Ну и в дополнение к гистограммам и размещения графиков в разных местах макета, просто для удовольствия можно посмотреть, какие варианты, это не все, какие варианты представления вот таких данных есть. Мы можем их представлять в виде таких шагов. Тут у нас, видите, типы отрисовки графиков. Тут, видите, у нас идут двоеточие перед типом. Это значит, что этот тип является, что вот это значение, степ, стикс и так далее, это не переменное, а вот такое вот значение неизменяемое. Вот это двоеточие чем-то похоже на, ну не похоже чем-то, а просто эквивалент кавычки из лиспа. То есть она запрещает разыменование данной переменной. Значит, вот у нас прогоняется по разным серис-тайп, по разным типам. Значит, тут у нас лаяут задается 2 на 3. Кикс отключаем, то есть значение по x, по y отключаем, легенды отключаем. Тайтлы берем вот опять вот из этого массива. И размер вот этих вот указателей, этих вот кружочков равен 3. Ну и вот такие варианты графиков можно применять для красоты. Ну вот, например, как-то более свежо могут выглядеть данный график относительно стандартной гистограммы. Это можно применять для того, чтобы показать, как вы умеете по-разному изображать данные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА